И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем экспериментировать в игре под названием Universe Sandbox 2. Как я вам обещал, мы с вами продолжим экспериментировать. И в сегодняшней серии я проведу эксперименты, которые предложила мне подписчица Саша Гуняева. Она мне там накидала достаточно много экспериментов. Попробуем что-нибудь сегодня сюда воплотить. Так, ну что же. Наша Солнечная система. Эксперименты достаточно тяжелые, интересные. Провернуть ли уже с готовой Солнечной системой, я не знаю. Так, ну, во-первых, давайте прочитаем ее комментарии. Так, смотрите. Сделай систему из трех звезд и черной дыры, сверхмассивной. Поставь Юпитер на орбиту газового гиганта, который больше Юпитера. И поставь планету с жизнью на орбиту Юпитера. Поставь Землю на орбиту этой планеты и поставь на орбиту Земли Луну. И еще одну Луну. И добавь в Земле кольца. И посмотри на вид хотя бы понятно. Она просила как бы, чтобы я и в Space Engine это провернул. Но там есть мод на некоторые планеты. Бетельгейзе на звезду Бетельгейзе. На планету Юпитер. Еще на одну Землю. Но Space Engine я такого не смогу, к сожалению, провернуть. Поэтому, Сашенька, я попробую сейчас это все здесь сделать. Итак, первый эксперимент. Берем нашу Землю. Так, сейчас мне нужно будет только... Мы приблизимся. Отлично, так. Нужно остановить время. У нас есть Луна? Я вот не помню. По-моему, когда начинаем симулятор Universe Sandbox, когда, вернее, мы его только загружаем, Луны, по-моему, нету. Поэтому нам сейчас придется ее с вами добавлять. Так, берем нашу Луну. Где у нас спутники? Боже, я уже все забыл здесь. Так, вот наша Луна. И расстояние. Расстояние 400 тысяч километров. 412. Ну, 390 тысяч. И берем еще одну Луну. Так, давайте ее расположим напротив. То есть, на другой стороне 399 тысяч километров. Такс. У нас две Луны у планеты Земля. Замедляем все это действие. Минута в секунду. Я думаю, это будет достаточно. Так. Ну что же, перелетаем к нашей Земле. И сейчас мы будем смотреть, что вообще будет твориться на Земле. Вообще, по идее, отливы... Так, подожди. Да, вот. По-моему, отливы у нас действуют как на этой стороне, так и здесь. Я не знаю, что должно произойти на Земле. Скорее всего, жесткие какие-то изменения. Две Луны, представляешь? Землю там растягивает, вытягивает океаны. И, блин. Так. Давай немножко, может быть, ускоримся. Давай ускоримся. Так. У нас что на той стороне, что на этой стороне. У нас... Да. Я смотрю... Ох, посмотри, как жестко топят все берега. Я думал, вообще возник какие-нибудь цунами или еще что-нибудь. А что у нас по скорости? Что у нас по скорости? Так. Две Луны. У нас с одной стороны Луна. И с другой стороны Луна. Конечно же, вообще, по идее, два спутника будут создавать очень сильные приливы на Земле. Сильнейшие цунами должны возникнуть. Ну, вообще, вот, если приблизиться к материкам, то посмотри. Приливы и отливы, они действуют ежеминутно, я бы сказал. Волны, конечно, должны быть намного, намного больше. Странно. Я думал, прямо Тихий океан, там, Атлантический, выйдет на берега материков. Там, Северной Америки, Южной Америки. Так что скажу вам, что постоянное приливное наводнение уменьшит пригодную для жизни площадь на Земле. Но, как только мы приспособимся к этому новому миру, мы сможем насладиться прекрасной двойной Луной. Представляете, двойная Луна на ночном небе. Конечно, у Луны также будут разные фазы, а это значит, что нам придется придумать другой способ измерения месяца. Но это продолжаться до бесконечности не будет, и, скорее всего, две Луны... Сейчас, подожди. ...в конечном счете когда-нибудь могут друг с другом столкнуться. А что это... К чему это приведет? Сам понимаешь. Огромный, огромный метеоритный поток, который прямо-таки двинется в сторону нашей Земли. Орбитальный период 365 суток, скорость... Скорость 30 км в секунду. Вообще, по-моему, здесь ничего не изменилось. 23 часа... Ну-ка, стой, стой, стой. А вот подожди-ка. Одну Луну у нас, кстати, почему-то выбросило с нашей орбиты. Что случилось с притяжением? Так, и как-то у нас первая Луна, смотри... Первая Луна у нас вообще... ...ходит по непонятной орбите. Она очень близко приближается к Земле, я только что заметил. Стой. Ну-ка, стой, стой, стой. Насколько близко? Насколько близко она может подойти? Ее же сейчас разорвет просто. Ого! Ну, расстояние приблизительно, наверное... Я не знаю... Ну, 1020. Ну, вот она. Вот он эксперимент вам. Вообще, вот так, как я и говорил, по идее должны были Луны столкнуться. Но этого не произошло. Ну что ж, давайте перейдем ко второму эксперименту. Итак, второй эксперимент. Что если бы у Земли были кольца? Насколько мы знаем, что когда-то давно у Земли было небольшое кольцо. А именно связано с тем, что древняя планета Тея при рождении, только при формировании Земли врезалась в нашу планету. И множество осколков образовалось вокруг орбиты планеты Земля. И в дальнейшем эти обломки превратились в ничто иное, как Луну, которая постепенно стала собираться из этих осколков, формироваться. И в дальнейшем отдаляться от нашей планеты Земля. Да. Если, конечно, бы сейчас какой-нибудь такой же объект... Ну, не такой же объект, а объект наподобие Луны притянуло к Земле... Его бы, конечно, гравитационными силами разорвало бы возле Земли. И, ну, скорее всего, кольца бы не образовались, а были бы огромные обломки, которые просто бы постепенно стали падать на Землю. Так, ну, попробуем, давайте представим, что такой объект приблизился. Если я сейчас, конечно, приближу этот объект, он разорвется, и по симулятору он начнет полностью падать на Землю. А это будет хаос. Это будет катастрофа для человечества. Поэтому сейчас мы просто сделаем что? Мы просто сделаем Земле кольца. Так. Представим, что объект какой-то давний приблизился к Земле, его разорвало, обломки не упали. И у нас сейчас будут кольца вокруг Земли. Так. Ну что же, добавляем эти кольца. Почему? Стой. Так, почему они у меня... Почему они у меня не добавляются? Так. А, вот. Геосинхронное кольцо. Так. Давайте еще добавим вот таких колец. Можно, конечно, сделать их побольше. Там, не знаю, намного больше. Допустим, как у того же Сатурна. Множество камней, астероидов, кусков больших льда. Скажу так, что вид с планеты Земля был бы немножко совсем иной. На экваторе ты бы видел такую тонкую-тонкую полосу колец. Так, что у нас с Землей? Скорость, период вращения... Ничего у нас не влияет. Можно даже еще толще сделать кольца. Я даже не вижу почему-то тени на экваторе. Вот что странно. Конечно, если прибавить эти кольца в Space Engine Земле, то это было бы удивительно. Но они там и не нужны, в принципе. Потому что на других планетах можно это все рассмотреть. Кольца Сатурна. Вот. Вот что мне нужно. Ой. Если бы сейчас здесь была бы луна, ее бы просто разорвало. Ну, не разорвало бы, она бы стала бы врезаться постоянно. Сталкиваться с этими обломками. Давайте сделаем крупней. Так, кольца. Насыщенней, насыщенней делаем кольца. Рядом с Землей. Ну что, это у нас... Так. Ну, я понимаю. Это у нас мелкие какие-то обломки, астероиды, все прочее. А падать-то будут они на Землю? Нет. Ну, как видишь, в принципе, ничего бы... Такого бы у нас сверхкатастрофичного, наверное, не произошло. Давайте приступаем к эксперименту номер три. Нам нужно сейчас найти наш Юпитер. Наш Юпитер. Вот он здесь. Самый большой газовый гигант Солнечной системы. И мы поставим к нему, добавим нашу планету, планету Земля. На каком расстоянии примерно? Мы его будем добавлять. Давайте расстояние возьмем... Ну, в 400 тысяч километров тех же. Я думаю, да. Вот так вот примерно. Пошла вращаться наша планета Земля. Я не знаю. Здесь, на таком расстоянии от Солнца, жизнь не может существовать. Потому что наша планета Земля находится в самой точке, где не жарко и не холодно. Где всегда примерно хорошая держится температура. То есть, хорошая среда обитания. Но на таком расстоянии... Здесь сейчас мы все сами, в принципе, с вами увидим, что будет с нашей планетой Земля. Мы просто начнем замерзать. Плюс огромная радиация Юпитера просто убьет все живое. Но виды были бы, конечно, великолепными с планеты Земля. Так, можно, наверное, ускорять все это. Ускоряем еще быстрее. Средняя температура... Да, температура у нас падает. Я сейчас буду шокирован, если температура... Так, подожди. Самое главное, чтобы меня сейчас не выкинуло куда-то или еще что-то. Ого! А, нет-нет-нет. Все нормально. Мы так же все прекрасно вращаемся вокруг Юпитера. Но мне кажется, что нас Юпитер притягивает своей... Блин, огромной массой. Мы, по-моему, сейчас... Нас поглотит, короче, Юпитер. Я в этом не уверен. Может, чуть, конечно, подальше его надо было бы расположить. Ну, ладно. Так, Земля. Средняя температура 11 градусов. 10 градусов. Давайте ускорять. Ускорим еще быстрее. Да, температура падает, и Земля просто замерзает. Радиация нас убила бы быстрее намного, чем казалось бы. Чем нас убил бы... Так, подожди. Холод. Холод. Чем нас убил бы холод. Посмотри, материки все замерзли, сейчас будут замерзать все океаны. Но жизнь, тем не менее, на Земле продолжается. Это очень интересно. Странно, на экваторе у нас 17 градусов. Так, ну, ускоряемся. Минимальная температура минус 30. Сейчас она упадет до 100 градусов. Ну, 30 градусов для человечества это еще нормально терпимо. Даже 40, 50. А вот 100, это уже, конечно, катастрофично. 41 градус? 41 градус и... Подожди, не более? Интересно стоит так подождать. Ох, как я ускорился. Ну, конечно, это большой ледяной шар. Европа. Европа. Да, вот, кстати говоря, жар из Земли до сих пор греет океаны, скорее всего, подо льдом, как это можно сравнить с Европой. То есть силы Юпитера действуют на планету Земля. Ну, несмотря на то, что здесь минус 40, на экваторе минус 26. В принципе, можно жить. Ледяной шар Европа. Ну что же, я могу, конечно, сейчас эти все эксперименты собрать все в один. Множество комментариев еще у Саши по экспериментам. Поэтому я сделаю еще потом отдельно две серии по ее комментариям. Ну, а если вам понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал. До новых встреч, до новых экспериментов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok